Что ты умеешь делать? Оборвать кровати, мечь, пашюту, мечь игрушки, еще делать массаж. Кому же ты делаешь массаж? Воспитателям. Воспитателям нравится? Да. Знакомьтесь, этого усердного малыша с большими глазами зовут Миша, и ему уже 7 лет. 4 последних года он живет в детском доме. Воспитатели, рассказывая о подопечном, обязательно упоминают о покладистом характере Михаила и его стремлении к самостоятельности уже в столь юном возрасте. На Новый год Дед Мороз подарил Мише большой конструктор, машинку с пультом управления. Миша самостоятельно по схеме собрал машину, пульт, вставил сам батарейки. И к нашему удивлению, к великой радости машинка поехала. Миша очень гордился этим и радовался, конечно же, больше всех. Что можно собирать из конструктора? Машину, летовет, самолет. А корабль? Да, тоже. Ты еще не был на море, не смотрел, как корабли у вас тут ходят? Я видел, только я не плавал на корабле. Осенью Миша пойдет в первый класс, и он очень готовится к этому событию, поэтому с двойным усердием учится считать, уже знает цифры до 20 и решает простые задачи. Учиться Миша любит и с удовольствием проводит время за уроками. Особенно ему нравится выводить слова на доске. Как тебя зовут? Миша. Миша. Причем мальчик уже может написать свое имя и по-русски, и по-английски. А ты уже все знаешь буквки, которые есть в английском алфавите? Только, смотрите, А, Б, В и все Д. Только остальной алфавит я не знаю. Он большой, наверное, тяжело его выучить. Как ты думаешь? По-английскому сложный. А по-русскому? Не сложный. Сейчас Миша учится писать более сложные слова и разбирать их по слогам. Раз, два, три. Молодец, Миша. Миша очень хочет учиться. Уже переживает, будет ли у него рюкзак, какие школьные принадлежности он туда положит. Миша очень общительный, любознательный. Задает много вопросов. Хорошо и быстро воспринимает различную информацию. У него обширные знания в области растительного мира. С природой Миша на ты. Он обожает гулять по лесу и собирать грибы. Воспитатели говорят, после таких прогулок юный натуралист приносит полную корзинку разных грибов. Причем в ней никогда не найдешь поганок. Вот идешь, идешь ты по лесу. Как увидеть грибы? Они бывают и я там пеньком. Значит, у пенечков надо смотреть грибы, да? Еще есть кусти, а в серединке там грибы. Он различает по признакам и по названиям деревья, кустарники, цветы, растения, особенно грибы. О них он знает очень много. По натуре Миша одиночка, любит заниматься своим делом, будь это собирание конструктора или учеба. Миша не любит, когда другие ребята его отвлекают, но с удовольствием включается в общие игры. Особенно, если в компании есть малыши. Ему нравится заботиться о них. А если бы тебе предложили на корабле куда-нибудь поплыть? Ты бы куда захотел поплыть? На аэропорт. А что такое аэропорт? Это где там самолеты стоят и летают. На самолете круто летать. Я очень хочу, чтобы у нашего Мишеньки появилась настоящая семья. Заботливые мама и папа, которые будут помогать, понимать, влюбить его и дадут ему все тепло и внимание, которому Миши все-таки здесь не хватает. Мы от всего сердца хотим пожелать, чтобы у Миши нашлась семья, мама с папой, которые будут его любить. Полную информацию о Михаиле вы можете получить в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также по телефону, который вы видите на своих экранах. Субтитры создавал DimaTorzok